Читали, говорили о страшном суде и читали мы житие какого? Святого Трифона. Кто помнит? Напомните, пожалуйста, мы не закончили? Кто такой Трифон? Кем он был? Каким особым даром владел этот млекомученик Трифон? Кто помнит? Пожалуйста. Он мог исцелять людей и... Хорошо. И сгонять даже беса. Ваши беса. Такой особый дар был дан Господом Богом, этому Трифону. И вот мы читали о том, как этот жестокий царь, идолопоклонник, заставлял этого Трифона поклоняться идолам. Но Трифон так умно отвечал ему, что они ничего не могли с ним сделать. Какие страшные бедствия. Как его мучили? Ну-ка, кто помнит еще? Так, Ванюшка. Его раздели, привязали к дереву, били палками и даже так, чтобы кровь текла у него. Но он был непоколебим и отвечал строго, говорил о Христе, чтобы эти мученики уверовали во Христа, в живого Бога. А не в этих идолах. Но они все равно заставляли ему. Ты подай жертву, подай идолам, и тогда тебе будет хорошо. До каких же пор будешь ты нечувствительным к мукам, когда же ты почувствуешь боль мучений? Как удивлялись они, все эти мучители. А когда ты познаешь силу, он отвечал, а когда ты познаешь силу Христову, пребывающую во мне, когда ты перестанешь искушать Святого Духа? Вознегодовав на смелые ответы святого, епарх повелел снова повесить его за руки на дерево, бить железными прутями и жечь свечами. Началась пытка, но недолго длилась она. Голову Трифона вдруг осиял чудный свет, как будто на его голову надели венок. Но не тот венок, какие носили римляне из цветков или лавровых ветвей, а сотканный из света. Пораженные эти мученики попадали на землю от страха. Озадаченный Аквелин снова обратился к Трифону с притворной лаской. «Юноша, поклонись изображению императора, принеси Юпитеру жертву, и я освобожу тебя!» «Подумай сам», — отвечал рассудник на Трифон, — «как я могу принести жертву бездушному истукану, если я презрел указ живого императора?» «Подумайся сам, что такое ваши боги?» «Отожившие некогда люди, прославившиеся дурными и злыми иянями. Им возвели истуканы, и в ослеплении их именами назвали Божие Создание, Небо, Юпитером, Солнце, Аполлоном. Даже дурным обычаям присвоили имена богов, гнев и убийство назвали Марсом, похоть и страсть Венерой. Всю Вселенную вы наполнили идолами. Вы, тварь, поставили выше Творца. Сами падаете и в пропасть, и других тащите за собой в погибли. Но никогда вам не свести с истинного пути верующих в живого истинного Бога». Видя непреклонную веру мученика и опасаясь, что она может подействовать на слуг, Акфелин вынес приговор. Вифон Апамельский, не возжелавший принести жертву богам, будет казнен через отсечение головы. Вы, наверное, помните, когда мы читали «Жития святых» раньше, то всех буквально почти мучили, а потом умершляли только под сечением головы. Вы помните, да? Только умершляли. Потому что Бог давал такую необыкновенную силу им перенести эти страшные мучения, чтобы показать этим всем мучителям, насколько велик Бог, Господь Иисус Христос. И какую силу дает Он своим верным рабам? Но мучители все ли уверовали? Да, были случаи, когда действительно многие мучители преклоняли головы, верили во Христа и тоже были мучены за Христа. Под стажей Трифона полили за город Никирио, где за городскими стенами казнили преступников. Палач поставил Трифона на колени. Господи Божий, молился Трифон, благодарю, что Ты сподобил меня совершить сей подвиг. И ныне молю Тебя, не дай руке убийцы коснуться меня, введи меня в селение небесное неповрежденным. В селение небесное неповрежденным. Прими душу мою, ибо Ты един подателю всех милостей и благ. Палач взмахнул мечом, сверкнули на солнце спиртоносная сталь, и в этот миг Господь принял непорочную душу Трифона в свои объятия, и она вознеслась на небо, а бездыханное тело упало к ногам палача. Граждане Никии, объяв тело Трифона чистой плащаницей, и увластив благовониями, собирались похоронить его, на городском кладбище, но Трифон, явившись одному из горожан во сне, попросил, чтобы его останки погребли в родном селении Капсавром. Так святой Трифон от юности, избранный Богом, привел множество людей ко Христу, и после великих мучений был увенчан некленным венцом от единого Троицы Бога, Которому слава во веки веков. Видите, даже через его мучения такие, и то многие уже уверовали в Иисуса Христа, и были с покаянием также приняты. Многими посмертными чудесами прославлен святой угодник, в том числе и на нашей русской земле. Там, где святой угодник явился Трифону, Патрикееву, позднее он соорудил часовню, затем на месте часовни воздвигли храм святого Трифона, где почивала частица мощи святого. Храм этот сохранился и до нашей дней. Так, вот на этом и закончили чтение великомученика Трифона. А теперь вспомним сначала, ну как-то помнит, житие Трифона. Уже забыли, да? Так, сейчас будете заниматься, да? На следующем уроке мы повторим. Сейчас будете заниматься подготовкой к Пасхе. Пожалуйста, Надежда Викторовна. Так, паузы есть? Паузы есть? Ну мы сейчас технические вопросы будем решать. Не бойся. Ну что там? Ну зачем? Это мы будем на Пасху показывать, а сейчас зачем? Заранее. А это самое, это не надо когда репетиции. Не надо сегодня. Так, вот вы разобрали стихи, вы прочитали, вот кто кем будет, каким лепестком. Я бы себе не зависала. Кто ты? Кто благост. Кто благост. Я думаю, кто ты? Кто ты? Вера, у нас Леонид. Так, Вера, у нас Леонид. Так, Вера, у нас Леонид. Так, крутость. Али. Пойдем же выучить? Молодцы. Так, в насержание у нас Тараса. Сарасича. Ксюша Александрович. Так, у нас значит осталось Нир. Нир, это у вас кто? Акелина. Акелина. А я Ксюшу написала. Третья комната. Акелина. А долготерпение, наверное, тогда это Ксюша, да? Или Политыкина? Да, там она неплохо загорит, я не думаю, что она чего-то тучит. В общем, я напишу. Либо Политыкина, я не помню, кому я дала Политыкина, или Ксюша Новикова. Посмотрим, если Ксюша придет, мама там начинает, придет. Бабушка. Так, любовь это у нас калерия и радость Аполлинария. Все, все распределили песню. Вы учили? Я учил. Никто не принес с собой слова, я не взяла слова, песни. Никто не взял. Не помню, там, что-то, сейчас посмотрю, если есть, если вариант. Посидите, секундочку. А вы дома там повторяете то, что в лагере заучивали? Или вы сразу тетрадки дома приехали, положили и забыли про это. Не знаю, кстати, песни считаются? Песни тоже считаются, конечно. Но лучше слова описания, конечно, еще. Как дела? Будь послушной, девочкой. Гликерия, садитесь. Будь послушной, девочкой. Все вам раздала. Акелина, ты будешь воровушевым у нас, кстати? Будешь, да? Вы слышали, посмотрите, там, в интернете эту песню, там, где сначала как воровушек поедут, ну, буквально буквально четыре, там, дверь, четыре строчки воровушек один поедут, а потом все дети вступают. Вот так же мы споем. У меня есть воровушек вырезанный, и мы к Елене увидим, она будет нас воровушком, да? Будешь? Ну-ка спой сегодня у окошка. Громко так, что? Сегодня у окошка. Нет? А весело? Так, я хотел слово небольшое попросить. На этой неделе, в среду, видимо, с пяти часов вечера, будет самое длительное богослужение. Полный канон Андрея Критского будет читать. Некоторые из вас ни разу не были, хотя, я знаю, девочки уже некоторые были. Вы попроситесь ночевать здесь есть где, если останетесь попозже, как-то можно определить. Вы тоже побудите из своих и прийти, потому что это на целый год. И дальше мы не знаем, будет или нет. Тем более у нас этот канон считается на три ступени. Покаянные, благодарственные, славословие. Это очень сильно трогает душу. Дает как бы ориентир, что мы не просто только, Господи, помилуй, должны говорить, а и благодарить, что Он нам дал. И дальше дал или не дал, в третьей ступени это славословие, за все Богу слава. Мы не знаем, что полезно или не полезно. Я просил, а потом, ой-ой-ой, лучше бы я не просил. Бог дал мне, а я теперь поправиться не могу. Дал должность, я не знаю, что делать с ней. Из-за меня могут быть аварии какие-то на дорогах. Вот нужно за все, за все научиться Бога благодарить. У многих детей нет родителей. Убили или потерялись. Вот сейчас смотрю, я с ними как занимаются. Как не занимайся, родители это другое совсем. В детдоме, что там делается, это освенцем. Один рассказывает, я там был, преподаватель. Как их избивают, какое насилие творят. Это ужас. Я, говорит, прошел вот это освенцем. И стал преподает в университете. Он это один. А остальные, они списывали, просто нет, наркоманы. И в 13 лет закончился. Семь раз в день только кололся парень. И все. Значит, побудить к тому, чтобы в среду, вот в этой, на этой неделе, там родители позаботились прийти. Сколько можете, помолитесь. Даже к шести придете, если с работы. Она длинное моление-то. Самое трудное. Много поклонов будет. По всей Библии фактически проходится это. На все 254 события Библии поминаются. И все они зовут нас к покаянию, благодарению, славословию. Слава Божию. Варвара, приходи. Стоять научится. Это на пятой неделе Великого поста. Дружки. Читается канон Андрея Клицкого. На первой неделе он считается частями. Вот все ее дел. Там делается много поклонов. Читается этот знаменитый канон. Ну и читается на четыре части. А потом все четыре части одновременно читаются на пятой неделе Великого поста. Очень тяжелый. Много поклонов. Длительный. Там с паузами. Они все время поклоны делаются. Паузы. Читается ждие. Раньше мы всегда ходили в Покровский собор. И там читается ждие Марии Египетской. Очень подробно. И читается этот пауза. Вот. Вот сколько? В пять часов, да, она сказала? В пять часов. Если кто хочет прийти, здесь можете. Тут у нас у Надежды Васильевны гостинцы. Васильевны тут ночевали, да? Все? А где Иннафа? Глухонем уже переводит. А, да, там, да? Ну как тут переночевали? Ну, нормально. Что-то у нас там дом ходуном ходил. Говорят, Гликерия, да, там, радовалась. Да. Как привыкли у вас? Тишь да гладь, Божья благодать, тут дети появились. Это же нормально, когда дети активно. Активные, подвижные. Это значит нормальные дети. Когда дети не активные, неподвижные, это сразу знак, что дети какие-то больные, что они все время только сидят, никогда не играют, никак своих эмоций не показывают. А детям, они должны знать время, где нужно себя хорошо вести, например, в краме, чтобы не бегали, когда взрослый им что-то говорит, чтобы были спокойны. А остальное время дети, если на то они и дети. У бабушки тем более. Да, тем более у бабушки она в гостях, так, у любящей. Узрослый вырастет, он уже и не скачет, и не прыгает, его заставишь, да, он не будет скакать. А дети, они на то и дети. Другого времени их не будет радоваться. Будьте как дети. Так, а вы-то не скакали вместе с Экелиной? Да. Это она радовалась, что это детский сад, да, целая школа. Да? Да. Да? Здесь хорошо было, да? Глазки как уголки. Хорошо, и весело было. Ну-ка, Акелина, ты нам начала сегодня у окошка. Ну-ка, давай так весело, задорно. Сегодня у окошка черепный воробей. Вставай скорее, крошка, возьми скорее, скорее. Пусть все дурят за пеньги. Стой, 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 стой. Стой, стой. Ну, надо будет петь чуть-чуть медленнее. Не торопись, ладно? Там чуть-чуть медленнее музыка идет. Итак, звонко, весело. Сегодня у окошка черепнул воробей. Вставай скорее, крошка. Поняла? Вот так вот. Не просто. Сегодня у окошка черепнул воробей. Стой, скорее, крошка. Спросни, скорее, стресь. Все, на одинаково вот так, понял? Вставай, скорее, крошка. Ты как будто сама тут кричишь. Вставай, чего лежишь? Ну, выйди, если тебе надо. Иди. Акелия Александрович, обратная. А, а потом вместе сходи. Тебе губу помат. Мне губа, он-то валя, там герпес, что ли. А, ну, хватит. Выйдем вместе, я тебе помажу, понял? Так. Все, ты ее репетируй. Я в следующее воскресенье возьму. Дети забыли, я им сказала взять, а мне не взяли. А я пробую музыку. Музыки сегодня нет у нас. Чтобы репетировать. Музыка. Все, уже начинаю петь. Еще хотела сказать, когда батюшка заходит, и кодилом кодит сюда. Он кодит не нас. Он вообще людей, он не кодит, он кодит стены, понятно? Вот вдоль стен, он обходит весь храм, заходит во все помещения. И идем, вообще, как бы это не помещение храма, но он тоже к нам сюда заходит. Поклон делать не надо. И в храме, когда... Надо головкой обязательно. Вот головкой. Ну, не перебивайте, если я... Прошу прощения. Надо склонить только голову. Некоторые делают поклон. Поклон не делается в этот момент, понятно? И в храме тогда, когда батюшка тоже кодит вот так вот на людей, тоже нужно лишь склонить голову. Полный поясной поклон некоторые делают, я заметила сегодня, делать не надо. Понятно? Все. Пойдемте, начали уже. Балу, Господа. Пойдемте молиться. Пойдемте молиться. Пойдемте молиться. Пойдемте. Господи, помилуй! Сохранилась Божья Твоя и благодать ее, Господи, помилуй! Поддержи милостинным оком, презрительно святую Свою Церковь, соблюсти ее невредимой и непреоборимой от Елисии в своей вере и миром Своим оградите, Господу помолимся, Господи, помилуй! Поддержи милостинным оком, презрительно святую Свою Церковь, соблюсти ее невредимой от Елисии в своей вере и миром Своим оградите, Господи, помилуй!